Упрощение получения выплат и дистанционная работа госслужащих. Что планируют рассмотреть на заседании ЗАГСобрания. Димитровградским детям организовали досуг с риском для жизни. Спастись из пожара жильцам дома на Островского помогли извещатели. Сотрудники МЧС выясняют обстоятельства произошедшего пожара в центре города. Напомню, в минувшие выходные на улице Островского загорелся одноэтажный жилой дом, в котором проживали две семьи. К счастью, люди не пострадали. Подробности в нашем репортаже. В минувшие выходные сразу две ульяновских семьи остались без крова. Пожар буквально уничтожил жилища людей. Одноэтажный блочный дом по улице Островского. Огонь был настолько сильным, что пожарным удалось ликвидировать открытое горение только через 40 минут. К счастью, сами жильцы не пострадали. Вовремя выбрались из дома. По словам сотрудников МЧС, одна из проживающих семей относилась к категории неблагополучной многодетной. Поэтому в доме были установлены автономные дымовые пожарные извещатели. Благодаря им восемь жильцов, в том числе четверо детей, смогли вовремя покинуть дом еще до приезда спасателей. Предположительно, причиной пожара послужила аварийная оживимая работа электрооборудования, в частности, неисправность электрического счетчика. Как отметил председатель правительства Александр Смекалин, пострадавшим семьям будет оказана материальная помощь и помощь в восстановлении документов. Анна Тищенко, Новости, Улправда ТВ. Ульяновские автоинспекторы провели профилактическую акцию «Автокресло детям». Большое внимание уделялось местам вблизи образовательных организаций. За 2019 год только на дорогах областного центра зарегистрировано 73 ДТП с участием несовершеннолетних в возрасте до 16 лет. 77 детей получили травмы различной степени тяжести. Поэтому госавтоинспекция напоминает о соблюдении правил перевозки детей в автомобиле. В Димитровграде разгорается новый скандал с участием жильцов дома для детей-сирот. В центре внимания сейчас находятся детские качели, карусели, горка. Игровое оборудование для местной детворы умудрились установить в самом странном для данного объекта месте. Рядом с мусорными контейнерами и дорогой, под линией электропередач и прямо под скатной крышей без снегозадержателей. Не дождавшись помощи от Минстроя, администрации города, управляющей компанией и депутата, люди обратились в редакцию Димград-24. Здесь вот около такого как бы мусорки, да, дети будут кататься. Во-первых, на проезжей части это все, как бы, ну, это под крышей. Крыша как бы не чем не закреплена никак, но это вообще просто ужасно. Переулок Гвардейский, двор домов один и один дробь один. Именно здесь еще осенью прошлого года была установлена игровая площадка, которая на прошлой неделе вызвала шквал негодования у пользователей социальных сетей в Димитровграде. Жители рассказали нашей съемочной группе, что изначально были против такой дислокации детского оборудования, но их тогда никто слушать не стал, равно как никто не торопится решить вопрос безопасности их детей и сейчас. Мы обращались как к самому застройщику, рэпер, так и в управляющую компанию и к депутату округа. То есть даже обращались в Минстрой, ну, он как бы нас ведет, Минстрой, это наш как куратор. Первый вопрос поступает к нему, к Министерству строительства. Но ответ такой, площадка временная, но все, что временно, то постоянно. В местной управляющей компании корреспондентов тоже заверили, что такое расположение оборудования – явление временное. А еще рассказали, что площадка была установлена застройщиком после сдачи дома в эксплуатацию. Поступило, да, к нам письменное заявление от жителей, от старших по дому о демонтаже данной детской площадки. С жителями я уже переговорил, мы им объяснили, что данную детскую площадку можно будет демонтировать только весной, так как она зацементирована и нужно ждать погодных условий. Почему сразу нельзя было выбрать безопасное место для игровой зоны? Неужели взрослые дяди и тети не знают элементарных правил безопасности для подобных объектов? Неужели русская авось настолько притупляет инстинкт самосохранения? Ведь если, не дай бог, случится беда, про предполагаемую временность данной горки вспомнят последнюю очередь. Марина Антуганова, Анжелика Бровенок, Демград-24, специально для Уллправда ТВ. Получить ежемесячную выплату на содержание приемных детей станет проще. Изменения в региональный закон единогласно поддержали депутаты Комитета по социальной политике. Вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании областного парламента, который состоится 19 февраля. Ульяновские парламентарии выступили за упрощение получения выплаты на содержание приемных детей. Кроме того, в случае непредставления опекуном справки о прекращении ежемесячной выплаты на ребенка, орган опеки и попечительства сам должен направлять межведомственный запрос в соцзащиту. Во-первых, это идет на упрощение. Упрощение и доставление документов. Не нужно собирать полный пакет, который раньше был более 12 штук. Сейчас всего лишь три. Первое – это заявление. Второе – свидетельство о рождении и разрешении на опекунство. И самое главное, что уменьшаются сроки, на которые получает ответ непосредственно заявитель. Это пять дней. Депутаты считают, что необходимо наладить связь между заявителем, органами опеки и МФЦ. Дело в том, что ранее сотрудники многофункционального центра лишь принимали документы, но были некомпетентны в вопросах правильности их составления. Поэтому депутаты предложили создать при МФЦ окно, в котором можно было бы проверить правильность заполненных документов. Кроме прочих вопросов был рассмотрен еще один достаточно интересный. Можно ли разрешить государственным служащим младшего звена работать дистанционно? Этот вопрос тоже был решен положительно. Работать дома, на отдаленном расстоянии, не обязательно дома, да, у которых есть маленькие дети. Потому что вопрос и для ясельной группы с полутора до трех лет. А действительно есть люди, которые готовые, и молодые родители, мамы, готовые работать. И это нужно. Действительно, писать пресс-релизы и отчеты, сравнивать цифры и готовить материалы можно везде, где есть компьютер. Причем не в ущерб семье. Несмотря на важность вопросов, поставленных в повестку дня заседания комитета, начать работу было сложно. Это умешала фракция КПРФ. Она долго припиралась насчет повестки дня, потом спорила о терминологии, утвержденной Минюстом России, и просто высказывались на не касающиеся заседания темы. Правовое управление решило. Ну что, теперь они нам будут диктовать, может, еще скажут, приходить или нет. Второй вопрос. Относился вопрос уже когда? С осенью? Подожди, подождите. У меня это же не то же самое. Не то же самое. Мне интересно, почему с осенью мы рассматриваем вопрос прямых выборов мэр. Тем не менее, хоть времени и понадобилось в два раза больше положенного, необходимые вопросы обсудили. Окончательное изменение рассмотрят на заседании областного парламента. Павел Половов, Юрий Конихин, Новости Улправды ТВ. Уволенные с УАЗа ульяновцы продолжают выходить на одиночные пикеты. Проблема с сокращениями работников Ульяновского автомобильного завода набирает обороты. А социальная напряженность выходит на улицы. Уволенных людей поддерживают общественники, депутаты городской думы и законодательного собрания. Денег нет, но вы держитесь. Кажется, таким принципом руководствуются те, кто стоит у руля Ульяновского автомобильного завода. Проблема с сокращениями работников не утихает. В начале февраля, по нашим данным, работу потеряли более 700 специалистов. Почти такое же количество на сегодняшний день находится в зоне риска. Уже прошло несколько волнений и сокращений. А я являюсь депутатом частично округа, который находится рядом с автоуазом. Поэтому я сегодня заинтересована, чтобы как можно больше людей смогли защитить свои права на труд. И в случае, если они уже уволены, либо помочь с трудоустройством, либо переобучить их. Как еще себя обезопасить в случае предстоящего сокращения отставить свои права? В этих вопросах помогают разобраться активисты регионального отделения партии «Единая Россия». Людям оказывается юридическая помощь и раздаются специальные брошюры. В буклетах подробно описывается, как и при каких условиях работодатель имеет право уволить работника, а в каких ситуациях действует незаконно. Есть и подсказка для первых шагов при создании собственного дела. Помощь также оказывают юристы, депутаты в правозащитном центре отделения партии. Консультацию можно получить и по телефону горячей линии 8-842-258-0008. Позиция партии, я думаю, она совпадает с позиции нас, депутатов. Конечно, я категорически против каких-либо сокращений, потому что целые династии сегодня работают на этом городообразующем предприятии. И представляете, что будет с этими семьями, если они останутся без средств к существованию. Что-либо комментировать на камеру люди отказываются один за другим. Понять их можно. Те, кто продолжает трудиться на заводе, боятся за свое место. А те, кого уволили, все реже проходят по подземному переходу возле предприятия. Вне объектива работники завода больше всего показывают на блок информации о соцподдержке в брошюре. А по поводу ситуации атмосферы на самом предприятии выражаются неоднозначно. Ринат Алиулова, Александр Кудряшов, Новости Уллправды ТВ. Десятки миллионов фотографий фронтовиков и работников оборонных предприятий, партизаны, жителей блокадного Ленинграда, сотрудников учреждений культуры и военных корреспондентов. Всех их объединят в Дорогу памяти. Всероссийский проект, приуроченный к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Подробнее об уникальной выставке памяти расскажет Ринат Алиулова. В преддверии 75-летия Победы в России заработала Дорога памяти. Это сайт, где любой желающий может поделиться информацией о своем родственнике-фронтовике или тружнике тыла, а также найти хоть что-то о прародителях в открытой базе офицерского состава. В каждом регионе организовано один или несколько пунктов приема оцифровки документов. В Ульяновске добавить историю героя в общей галереи помогут в областном государственном архиве. На портале предполагается личный кабинет и можно даже воссоздать историю своей семьи. То есть этот портал постоянно будет дополняться. История вашей семьи, как говорится, не только вы будете гордиться и знать о вашем герое, но и вся страна тоже может смотреть и гордиться, и читать, узнать информацию о защитниках Отечества, наших земляках. Дорогу памяти – это одна из акций, которая объединяет всех жителей России. В Ульяновской области более 300 тысяч ульяновцев, наших отцов и дедов, ушли воевать с фашизмом. К сожалению, не все вернулись в поле сражения. Более 150 тысяч только могли вернуться с войны. И из них более 160 человек в высшую награду получили звезду Героя Советского Союза. Сбором фронтовых треугольников, фотографий и иных материалов, связанных с Великой Отечественной войной, в областном архиве начали заниматься в 1985 году. С того времени накопилось больше двух тысяч личных дел. Правда, все на бумагах. Новая техника и правила, которые диктуют время, дают возможность перевести все в цифру. На сайт уже загружено полмиллиона материалов. В пунктах приема цифровывают все – фотографии, письма, награды. Вся процедура от подачи документов до появления фамилии Героя Войны на сайте занимает два дня. Лидия Хакимова присоединилась к проекту, чтобы рассказать о подвигах отца. Федор Федорович Соланов – уроженец Сурского района. Ушел на фронт на второй день, как объявили о начале войны. Участвовал в освобождении Сталинграда, в Курской битве дошел до Праги. Удостоился двух орденов Красной Звезды. Домой вернулся 1 октября 1945 года. Умер 62 года. Приняло участие в этой акции. То, что нам хочется, чтобы о наших родителях помнили. Как говорится, они нам подарили счастье, радость, свободу всю жизнь, какую мы сейчас живем, благополучную, хорошую. Это благодаря им, благодаря им утратному труду. Экспонаты уникальной мультимедийной галереи «Дорога памяти» в последующем украсят главный храм Вооруженных сил России, который строится к памятной дате в парке «Патриот» в Подмосковье. Ринаталь Гулова, Руслан Баталов, Новости Уллправды ТВ. Наставники сели за парты. В регионе стартовала обучающая программа для тренеров. Ее слушателями станут более полутора сотен ведущих наставников региона. Авторы проекта рассчитывают на то, что по итогам лекции и семинаров подготовка спортсменов в области выйдет на более качественный уровень. Михаил Рассашанский подробнее. В Ульяновском госуниверситете стартовал первый обучающий семинар из цикла «Индивидуализация как эффективный способ подготовки спортсменов различных видов спорта». Его инициировали в Ульяновском олимпийском совете, региональном Минспорта и Центре спортивной подготовки. «Тренер, профессионал, который работает на спортивном поприще, должен постоянно учиться. Это аксиома, которая не требует доказательств. Тот, кто не научился чему-то сегодня, уже отстает на шаг, на два, на три и так далее. А это все сказывается на спортсменах и на результатах». Около 200 ульянских тренеров откликнулись на предложение посетить семинар. Среди них представители цикличных и командных видов спорта – олимпийских и пока не олимпийских – единоборцы и игровики. При этом стаж работы не имеет значения. Учатся как начинающие наставники, так и рифеи. «Ждем, конечно, новых знаний, нового опыта, новых каких-то внедрений, так скажем, в свою методику, поделиться со своими коллегами». Темы лекций считают организаторы очень актуальны, а полученные знания помогут в воспитании как юных спортсменов, так и атлетов самым высокого уровня. При этом лекторами выступят специалисты ведущих вузов региона и страны. «Важно еще определять в связи с огромным объемом информации, которая сейчас действует на человека, и снижением ее качества, этой самой информации. Очень важно, чтобы человек быстро обучался». Пять семинаров в течение года. По их итогам слушатели получат не столько соответствующие документы, сколько знания, которые помогут вывести ульяновский спорт на более высокий, качественный уровень. Михаил Рассашанский, Новости Уллправда ТВ. 19 февраля в Ульяновской области ожидается плюсовая температура и мокрый снег с дождем. Днем столбик термометра поднимется до плюс 2 градусов. Ветер юго-западный 6-9 метров в секунду. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на телеканале Уллправда ТВ по будням 18.30, 20.30 и 22.30, а также на информационном портале управда.ру 18.50. До свидания. Мы вечно заняты и вспоминаем о своем здоровье только тогда, когда оно само напомнит о себе. Полис ОМС – это ваша защита. Он гарантирует ваши права на бесплатную медицинскую помощь. Как найти своего страхового представителя? Это просто. Звоните по телефону контакт-центра, указанному на памятке, полученной вами при выдаче полиса ОМС, или на сайте вашей страховой медицинской организации. Все крупные страховые медицинские компании имеют круглосуточные колл-центры, в которые можно дозвониться в течение 20 секунд и получить ответ на интересующий вас вопрос. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова